Привет, друзья! Сейчас сходила на почту прислали еще одну посылочку Сегодня у нас 20 декабря и давайте ее вместе откроем я прям не отходя от кассы у меня должен быть какой-то большой заказ там разрезали и прямо распаковываем здесь все очень так плотненько запаковано там больше ничего нету и давайте сейчас вместе посмотрим что же здесь такое у меня есть подозрения потому что у меня один заказ там очень много всего и ручки цветные такие как маркеры или не маркеры и наклейки для ежедневника и еще что-то и все в одном магазине у одного продавца я обещаю что я это разрезаю так вот и распаковываю кстати очень хорошо запаховано помимо того что сверху еще одна пупырка которая обклеена скотчем вот собственно все товары да это самая большая моя посылка все товары лежат тут в таком пакетике с пупыркой вот как пакет и вот я сейчас буду оттуда сейчас сюда отстану и буду вам показывать уже подряд подряд да это как раз та самая большая посылка от одного продавца вот упаковано все очень супер так сейчас вот понять не могу точно но по моему да они все разные так мы к этому вернусь потом так первое вот такие вот очень миленькие текстовые делители они обычные с круглой с кругленькой головкой так сейчас момент это так решила взять с собой блокно на котором буду пробовать так вот значит текстовые делители они там были два разных вида текстовые делители одни были с какими-то ушками а эти вот просто ровненькие сейчас мы распакуем и смотрите что я расплычатая я включила зум вот здесь изображен такой зайчик или что-то типа того на всех на них изображены и те же зайчики кстати говоря у меня по-моему должны были быть мишки ну не важно зайчики и тут сердечки вот он кругленький там еще были другие где сверху были ушки но мне что-то не очень понравился слишком уж детский вот такой он яркий довольно таки и давайте посмотрим как он пишет так ну довольно хорошо прям явно такой яркий цвет я очень довольна так все не буду показывать кстати тоже очень прикольный факт у них здесь сверху есть дырочка то есть можно маркер повесить на шею на веревочке вдруг с собой носить придется вот так итак здесь их 6 штук получается оранжевый зеленый фиолетовый синий желтый и розовый а вот я очень довольна ссылку я оставлю и напишу соответственно сколько стоило и что так потом давайте перейдем к бумажным всяким штучкам вот такие вот миленькие будут поближе показывать поскольку я далеко сижу поэтому поставлю зум вот вот такие маленькие стикеры в виде кошечек в принципе они гораздо меньше чем я рассчитывала они где-то я даже не знаю они ширина каждого стикера около сантиметра а по длине наверное сантиметра два плюс собственно голова котенка вот и все котята разные как вы можете посмотреть они черненькие да только повторяются и вот вроде бы коричневые хотя нет они все в разные стороны смотрят поэтому все котятки разные в общем то мне нравится мне я не люблю очень длинные стикеры которые все равно загибаются и мешаются вот потом вот такие вот еще стикеры они точно такие же такого же плана такого же размера только здесь такие разные фигурки кошечек вот количество ну количество каждого стикера каждого цвета я не знаю тут никаких обозначений нету но их там достаточно много мне кажется по 10 штук если в описании будет я ссылку оставлю и там напишу что к чему потом еще вот такие спикеры они тут отличаются тут спикеры а тут такие маленькие как листочки блокнотика что ли то есть он большой вот такой стикер большой и пять маленьких стикеров вот по размеру они отличаются то есть здесь уже какие-то медвежата котята что-то в этом духе и они где-то сантиметра наверное один и два по ширине и по размеру около трех сантиметров плюс голова но из того что они не такие широкие как наши российские стикеры они кажутся более миниатюрными мне нравится что есть еще вот такой отдельный стикер я просто не знаю он целиком клеится или только на одну какую-то часть но это я покажу если интересно будет уже как я их собственно использую и буду ли использовать в ежедневнике еженедельнике вот в общем тоже мне нравится затем какая-то вот такая маленькая коробочка она с перышками поэтому у меня есть небольшое подозрение что это да так это у нас скотч он запакован в такую индивидуальную коробочку с перышками так они цветные перышки я думала что черно-белые вот такой вот скотч и вот дофига много по-моему просто если брать такой же скотч например фикс прайсе то там будет как минимум в половину меньше намотано вот и в общем то вот такие вот здесь разноцветные перышки я отклеивать не буду поскольку это вредит самому скотчу то есть плохо потом приклеивается но я могу сказать что скотч бумажный то есть прям вот такое ощущение что он ну как сказать такой даже не то что бумажный а как будто газета такая я даже не знаю типа а ну да знаете как малярный скотч бумажный который на окна клеит когда красят вот точно такой же только с рисунком сверху так и этим я тоже довольна и это меня все устраивает затем идут вот такие вот ручки цветные я просила продавца положить чтоб они были все разные вот вот ой наклоню чуток чтобы мы с вами друг друга видели и я вам смогла все конкретно показать вот такие вот красивые ручки они все разные а нет они все разные а нет кстати да все разные как вы можете видеть вот и сейчас я попробую парочку да это ручки только я думала что они будут гелевые а они пока даже не знаю какие сейчас посмотрим да они гелевые и в принципе да в принципе я довольна пока они пишут они вполне себе нормально пишут здесь есть оранжевый фиолетовый серебряный какой-то персиковый розовый розовый оранжевый голубой золотой зеленый фуксия белый по-моему даже с перламутром и желтый вот белый сейчас попробую куда-нибудь нанести нет белый обычный вот но белый кстати не очень хорошо пишет но я думаю что это в принципе такой нюанс который разрешим вот это я все заказывала для раскрасок поэтому думаю что качество того как они раскрашивают или плохо или хорошо вы увидите уже в обзорах на раскраски или собственно покажу просто чем я раскрашиваю и что входит в мой арсенал вот и тоже собственно для раскрасок я заказывала вот такие кисти я уже в одном из видео вам показывала черную кисточку которая входила в набор линеров вот и мне очень понравился для меня такой необычный новый опыт работать кисточкой я так еще никогда не работала и у нее интересный эффект то есть к этому нужно приноровиться кисточкой можно работать как тоненько самым кончиком так и нажимая сильнее и линия будет толще вот единственное что я сейчас раскладываю их по цветам и понимаю наверное что у меня их да у меня их два экземпляра или даже три экземпляра в общем не знаю рандомно они что ли выбираются когда я связывалась с продавцом чтобы как бы прояснить вопрос того количества линеров которые ну как бы кисточек которые должны мне прийти у него шел набор из по моему шести штук одного цвета и шесть штук другого цвета но там была приписка если вы заказываете двенадцать штук то вам высылаются все цвета я заказала двенадцать штук 4 6 8 10 12 мне пришло 14 15 честно говоря не знаю это другие цвета или что по моему нет 30 50 а да 3 цвета а нет они так и называются все в общем то на этих самых упаковках цвет нигде не обозначен вот единственное написано что их 14 штук а значит по 7 штук должно быть но собственно цвета должны были быть разные я вам что хочу сказать оранжевый одна штука серый одна штука зеленый одна штука желтый один красный один дальше идут я не знаю как этот набор собирается и вообще условия я буду писать сейчас продавцам потому что это не дело я заказала разные а пришли фиолетовые две штуки одинаковые индиго или темно-синий такой цвет две штуки голубой две штуки и песочно-коричневый аж три штуки вот мне это не очень нравится поскольку я хотела именно чтобы цвета были разные вот но пришли совершенно одинаковые давайте возьмем какой-нибудь вот цвет индиго например или сейчас смотрю какой тут более-менее безопасно распаковать а вот хороший цвет фиолетовый и он не очень-то сильно заклеен то есть его можно будет распаковать и запаковать обратно и будет незаметно вот вот так выглядит ручка она довольно длинная здесь не знаю китайские японские короче здесь иероглифы с золотым цветом наконечник обозначает цвет самой кисточки и кисточка такого же цвета сама ручка светлая такого бежевого цвета здесь название сверху cf 3350 cc вот на английском здесь какие-то иероглифы и давайте ее опробуем и вот так у нас в принципе хорошо я довольна сама кисточкой они все просто изумительно классные для меня это что-то новенькое в этом плане сама кисточка тоже она видите как бы такая ворсистая то есть она собрана в пучок ну для меня это новинка я буду пробовать ими рисовать но вот сейчас могу сказать что именно цветовой палитры я недовольна потому что я заранее списывалась с продавцом и также несколько раз прочитывала условия продажи на странице то есть сейчас вот я снимаю и тут же пойду писать продавцу поскольку заявленные условия и когда мы с ним связывались до покупки до совершения оплаты он мне заверил что если вы закажете полный комплект из 14 штук то все цвета будут разные ну вы видите что некоторые из них повторяются а один цвет пришел аж в трех экземплярах вот я надеюсь что этот вопрос удастся решить потому что это наверное самый лучший заказ из этого магазина к сожалению подарка не прислали учитывая что заказ был довольно большой и приличная сумма вышла но немножко разочаровали вот эти кейсы я надеюсь что этот вопрос удастся уладить с продавцом и тоже я все ссылки оставлю все цены напишу вот и тоже напишу удастся ли уладить этот вопрос и каким образом мне будет возмещаться либо качество либо количество либо вернуться деньги пока не знаю вот такие были покупки подписывайтесь ставьте пальчики вверх не забудьте нажать на колокольчик и пока пока до новых видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч